всем здарова народ с вами варчик поговорим про фестивальную ярмарку это какое-то новое такое вот события невероятное на два месяца картошка нас будет просто без перерыва баловать чем-нибудь новеньким и как я уже говорил когда-нибудь в дойдет до такой скорости выкакивания новых событий что между ними промежутка не будет так вот назвали они это все ярмаркой и без промежутков два месяца будут нас кормить новинками собранных из старинок с чего начнем чешские каникулы что это такое в начале августа будут акции и скидки на чешскую ветку все это было было возможно там задание чуть поменяют награды чуть-чуть изменят но все это уже было ничего нового ничего интересного плюс еще какой-то конченый перенерфленный танк чешские средние премиумные добавят в продажу я уверен что они его добавят поскольку нафига не его делали и куда его совать если не сюда следующая середина августа линия фронта эпизод 7 на котором они начнут продавать резервы для линии фронта с которыми вы будете быстрее набивать опыт чтобы быстрее фармить уровне чтобы получить быстрее награды основные прям танки и акционную девятку что-то новое да в принципе нет линия фронта было резервы были все это уже давно в игре есть тратьте бабки и вперед следующая конец августа стальной охотник судя по описанию это танковая королевская битва это все уже очень давно тестировалась на песочнице было очень весело прикольно интересно это мой любимый режим world of tanks даже мне было интереснее чем в рандоме но это все быстро прикрыли и убрали куда-то там тестировать видимо на тестировались несколько лет и вот они созрели на картинке мы видим что там какие-то низкоуровневые танки с разными башнями корпусами прям в бою можно будет прокачивать свои танки и видимо мы будем не как в первый раз они тестировали прям целый танк менять 8 уровень на 9 и продолжать на нем бой также собирать всякие расходники и улучшения перки по карте ездит собирать аэродропы лутать что-то они поменяли мы будем прокачивать видимо не сразу станков танк пересаживаться а видимо частями но больше всего меня смущает то что я вижу низкие уровни а низкие уровни мне не интересны вообще да и большинство играть в режиме на низких левелах тоже не интересно когда уже картошка поймет что не нужно делать новый режим на лоу-левел это параша обосрется картошкой или не обосрется конечно обосрется до какого уровня она обосрется увидим в конце августа сколько там будет багов лагов будет ли это уже что-то нормальное а не как обычно они вот еще сейчас новый режим у них не закончился обосраны уже следующий в конце августа готовятся снова обосраться надеюсь что там бага будет поменьше хотя куда без них ну и надеюсь что там низкие левела на картинке не особо меня будут напрягать и будет все-таки интересно поскольку королевскую битву было запороть практически невозможно посмотрим справилась ли картошка с этим заданием в конце августа фестивальная ярмарка каждый день я так понял до середины сентября будет продаваться прем танк со специальной ценой такое уже было да было миллион раз ничего нового ничего интересного едем дальше середина сентября линия фронтов эпизод 8 и уже в этом эпизоде можно будет получить акционную девятку если вы на донатите кучу бабла в резервы и будете сидеть в линии фронта как просто черт проклятый тупо раб и будете там пахать получите танчик и будете радоваться то у него ремка бесплатная кайф ну и в конце сентября большие гонки как я понимаю гонки будут на чаффи чаффи с каким-то там раздроченным движком на жопе и можно будет ускоряться судя по отрывкам видео да и карта внешне напоминает ту же самую на которой гонки были в прошлый раз а были они так давно что даже не помню как карта называется поскольку картошка и и вывела из игры какой-то там порт а кстати она так и называлась порт и не ально также еще картошка вводит новую сущность жетоны сразу какая претензия у меня к жетонам выглядят они как кусок алюминики пошкрябанный и выглядят честно говоря как-то дешево ну да бог с ним хочет картошка выглядеть дешево пусть выглядит дешево хотя некоторые жетоны военные действительно примерно так и выглядят но все равно как-то более серьезно у картошки прям какой-то вообще кусочек алюминики получился вы сможете кастомизировать этот жетон выбирать там фон текст еще какую-то хрень и все это вам надо будет собирать и покупать за билетики которые тоже появятся в игре билетики можно будет получать за выполнение заданий фестивальных во время всего фестиваля и также за участие в фестивальных вот этих вот событиях грубо говоря картошки как обычно ничего сложного просто играйте в игру участвуйте в тех режимах которые на там будет включать получите всю эту херню сможете покупать за эту херню другую херню и все будут счастливы соберете половину кастомизации жетонов вам дадут какую-то рамочку на жетон вы будете прирост охеренный если соберете всю кастомизацию жетонов а скорее всего вам придется за это задонатить и потому что это картошка то как только соберете всю коллекцию элементов вы получите доступ к специальному фестивальному магазину в нем вы найдете предбоевые инструкции и другие ценные награды ранее доступны только в рамках различных горовых событий например стиле светильник джека болельщик 2018 и огненная дуга не упустите шанса получить редкие подарки когда фестиваль завершится все ваши неиспользованные билеты исчезнут успеть обменять их и призы до 7 октября что еще по этим жетоном хочется сказать нахер они вообще нужны нужны они для того чтобы очередной раз померяться письками поскольку когда вы будете кого-то убивать он после смерти своей будет еще видеть ваш жетон на котором что-то будет нацарапано картинки слова там может ваш ник название танка там или еще какая-нибудь хрень и если вы будете участвовать в каких-то событиях игровых на глобальной карте возможно возможно там ивентах возможно там в линии фронта или еще где-нибудь вы получите там какую-то картинку на жетон и после того как враг сдохнет он увидит на жетоне такую там невероятную картинку что просто обосрется на самом деле было бы прикольно если бы когда вы убиваете кого-то то он видел бы на жетоне не просто там какую-то хрень а привязку к аккаунту твича или ютуба вот это было бы действительно интересно поскольку в других некоторых играх онлайновских можно привязать своему аккаунту twitch или youtube ну скорее всего twitch таким образом популярность картошки мне кажется выросла бы да и популярность стримлеров и вообще в принципе движуха была бы жестче ну а так это очередная какая-то мобильная дрочиль на принесенная откуда-то хрен пойми для чего чтобы очередной раз потешить самого себя любимого что у тебя там есть на жетончике какая-то картинка и враг ее там увидел честно скажу у меня к жетонам никаких претензий нету и это действительно прикольная штука красивая и задумка неплохая чтобы враг ее там видел но внешний вид честно говоря мне не особо внушает какую-то там офигенность это просто кусок пошкрябанной алюминьки с картинкой может быть в игре с эффектами она будет выглядеть лучше но на картинке выглядит так себе а может быть она лучше и не могло выглядеть может она хорошо выглядеть просто я зажрался и люблю когда все мега охеренно красиво но по крайней мере они не сделали какую-то мультяшную покемонную парашу и уже хорошо хотя бы она выглядит в пределах достойного в целом что могу сказать картошка слепила все свои умственные недостатки в два месяца и получилось у нас ярмарка без промежутков радуйтесь наслаждайтесь плохо это или хорошо да в целом любая движуха в игре хорошо поскольку тупо скучно единственное что мне жалко что они убивают столько времени ресурсов и сил на в такую вот хрень в то время как рандом просто погибает с вами был варчик играть красиво пока а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok